Вот наконец пришли все комплектующие Которые я ждал К новому сельскохозяйственному сезону И сейчас Быстренько мы из них сделаем полезную вещь Используя те модули Которые были в предыдущих фильмах Производитель даже скидочку предложил На следующие покупки Мощные хорошие светодиоды Сделаны качественно Нормальный радиатор у них толстый Почти полтора миллиметра Заводские Это я заказывал Именно для теплиц Для освещения Инфракрасный С определенной длиной ультрафиолета Или инфракрасный Один заказал прожектора Для съемки Еще белый И я с них сейчас соберу Питаются они от 32 вольт Номинал 32-34 вольта Ну так потоку я померил Вроде как 32 Они уже 20 ватт свои дают Там 20-30-50 То есть у меня преобразователь не мощный Преобразователь я пока не дождался Фирменный повышающий В качестве источника я буду использовать 12 вольтовый аккумулятор Плюс будет стоять блок Автоматики Который будет регулировать Нагрев радиатора Там включать вентилятор Охлаждать Блок температурного реле Вы уже видели То есть там в принципе оно планировалось Как многофункциональное Для поддержания температуры в теплице Ну вот пока я его приспособил На управление охлаждением Поскольку рассаде света не хватает Подготовка к работе Вот берем уголки И на них монтируем Радиаторы Вентилятор на 60 Компьютерный Широкий Питание от аккумулятора 12 вольтового Ну потому что он заряжается От солнечной батареи Пока зарядку я не перенес Сюда на это окно Как бы Перенес только аккумулятор Ну Немного погодящую батарею Привешиваю Будет они заряжать Вот видим Температура 30,7 градуса При работающем Фонаре Это мерит термометр На радиаторе То есть по малюху Он начинает греться Потому что мощность Ну приличная В принципе Там я поднимаю Напряжение Раскручиваю Сейчас пока день Конечно оценить сложно Ну вот пришла Пришел уже вечер Вот я включил его То есть Нагревается по малюху Радиатор Как только он нагреется До 45 У меня включатся реле И включат вентилятор Пойдет охлаждение Пока вот можно наблюдать Какой свет Рассчитано как бы По силе По тому сколько надо Люкс для освещения Рассады Ну тепличные Поэтому Можно было впендюрить Конечно и на 50 ватт Но как бы переизбыток Получается Поэтому я вот Оптимально ограничился Двумя Двадцатками То есть на следующей раме Тоже стояк Как бы Вполне И вот она работает Порядка Четырех Пяти часов После еще Рассвета То есть мы делаем Белую ночь Такую На всю ночь В принципе Включать не обязательно Хотя аккумулятор тянет Вот у меня уже урожай По малюху Ну это Совсем ранний помидор На новый год Посаженный Поэтому они уже А реально Рассада пока вот Только вылезла На четвертый день То есть вот он греется Включился Вентилятор Дошел он До Вот 41.3 Вот сейчас включится То есть зажжется Светодиодик Там Что релюшку Включила Нагрузочку То есть у меня Два напряжения Подходят Одно значит 12 вольт Для блока автоматики И 32 вольта С повышающего Преобразователя Я вот справа Показывал Вот включилась релюшка Все Пошел он Обдувать Ну у релюшки Выставлен гистерезис Поставил я 12 градусов Как бы Оптимально То есть Скидывает До 32 Ой Чихнул До 32 Скидывает После этого Вентилятор Выключается То есть Это в блоке Автоматики Есть как бы Гистерезисы Про которые Я говорил Вот он Обдувает Температура Падает То есть Перегрева Никакого Нет Несмотря на Небольшой Радиатор Просадка Небольшая Можно конечно Поднять 31 вольт Тачок Уже приличный Тачок Уже Полтора ампера Отдает Ну можно Докинуть Побольше Еще Как бы В итоге Я остановился Докинул Тачок До 2 ампер Поднял Напряжение До 32 Ровно вольт Как бы По измерениям Там четко Было 21 ватт На диоде Ну перенакал Допустим У него В принципе 10 процентов Он это Главное Охлаждать То есть Охлаждается Хорошо Вот такие Вот дела У меня Все просто Потратил я 23 февраля День На это все То есть Чтоб это все Сделать Ну поскольку У меня все Было заготовлено То за 5 часов Я быстренько Это все Собрал Все До свидания Кому полезно Делайте Спрашивайте